как влюбить в себя любую мою любого мужчину от лысины представляете себе как влюбить себя любого мужчину советы love power поехали я не буду читать то ли можешь подсказать как знакомиться понравишься девушка на улице интересует именно женских это видосы пикап мужчин уже давно изученную сам я красив как леонид андреев если что так леонид андреев это кто я тоже не знаю такой леонид андреев ладно неважно кто это я в принципе не советую любую как любить себя любого мужчину любого женщину с людьми на улице вот потому что это не очень не лучший способ но это хороший способ в общем произвести плохое первое впечатление познакомиться на улице андреев значит возможно знаю кстати андреева тогда я думал певец какой-то вот но в принципе можно подойти сказать комплимент например добрый день вы замечательно выглядите хотели бы вы со мной познакомиться блин шикарный совет я помню я сижу такую книжку читаю в метро там метро сидушки есть да сижу в метро не в поезде а просто в метро ко мне к это тет девка подходит но не то чтобы сильно уродливая но такая подходит и начинает со мной разговаривать я такой на нее смотрю она продолжает со мной разговаривать она замолкает я встаю и ухожу на другое сидение просто понимаете потому что я читаю книгу как бы алё алё как бы что-то что-то что ты делаешь зачем ты мешаешь мне читать подруга брысь я не знаю как сказать понимаешь все зависит от первого впечатления зависит от того спешит так это способ испортить первое впечатление как раз она и не спешит есть него поинили нет но спрашивать об этом не стоит прежде всего стоит спросить да я пользуюсь кнопочным телефоном вот он хотели бы вы познакомиться ну то есть если да тогда дальше уже как-то надо развивать так это в 99 процентах случаев будет нет ну то есть окей что-то плюс короче улица это не лучшее место для общения то есть хороший вариант сказать типа вы куда-то спешите если нет давайте зайдем в ресторан или куда-то спешите если нет давайте зайдем ко мне домой 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 давайте ко мне зайдем кстати кстати девушка девушка стойте девушка не ухо девушка стойте не убегайте девушка подождите девушка 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 остановитесь девушка стойте стойте девушка девушка господи У меня тут целая пачка. Стойте, девушка. Девушка, остановитесь. Сейчас. Смотрите, XXL, девушка, девушка, стойте. Девушка, XXL, смотрите, норм. Ладно. Ну, кофе выпьем или что-то. Ладно. Такое. То есть сразу давать номер телефона или сразу звать куда-то вместе погулять, это слишком интимно. Вот так вот надо подходить. А вот именно пригласить кофе выпить, мне кажется, нормально. Extra large. Что тебе обычно давят на DR? Я ведь лист обычно составляю на DR, и мне по нему дают. Но вот позапрошлые мне подоили гитару. На этот день рождения, я надеюсь, мне подают айфон. Во всяком случае, обещали. Вот. Мне не кажется, что стоит начинать шутки, подходить к людям и шутить. Мне кажется, самым... Самым правильным будет вначале уточнить, хочет ли человек с тобой в принципе общаться. Вот так вот. Здрасте. Просто подходишь такой. Блин, тихо, я уронил его. Подходишь такой. Здрасте, девушка. Как вы поживаете? Не хотите со мной познакомиться? Может, в капсы сыграем? Там я не знаю. Монетку подбросим. Так, опа. Ладно. Если нет, то как бы... Нет. Если да, то тогда уже можно и шутить, и шутить. До ясного знака. Хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Что, все? А где советы? Я ищу керец. Кажется, она остановилась. По яхте не всегда видно. Не все люди... Ну, четко... Короче, четко нужно узнать, хочет человек с тобой общаться или нет. Вот да или нет. Как? Ты только подошел к человеку. Как он может четко тебе сказать, хочет ли он с тобой общаться или нет? Что за бред вообще? Что за бред? Я серьезно, я не понимаю, о чем она конкретно сейчас. Как подойти и узнать, хочет ли человек с тобой общаться или нет? Груша или легкая? Ну, 15-20 где-то. Получить, если да, то дальше уже что-то делать. Не знаю. Легкая, на самом деле. Ну, на одну руку так... Ну, окей, надо найти, да? Я спросил, что-то лишнее? Ты должен простить моего ярла. В последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На первую краха мне показалось, что с ним что-то не твое. Как если ты не брать Питт в лучший год, зачем подходить и знакомиться с людьми на улице? Это очень... Знакомиться с людьми на улице это тактика для людей, которые выглядят очень хорошо и могут идеальное впечатление с первого раза произнести. Если вы плохо выглядите, у вас там, я не знаю, неопоятная одежда какая-то, некрасивая, плохая фигура или еще что-то. Не-не-не, знакомиться на улице, к сожалению, не для вас, друзья. Ну, то есть, окей. А до этого были советы о том, как надо знакомиться на улице. А то есть, теперь вдруг внезапно, если вы не Брэд Питт в лучшие годы, то есть, буквально, вот никто, никто не может знакомиться на улице. Но она давала совет, как знакомиться на улице. Я не хочу оскорбить, но для знакомства на улице нужно быть... А зачем она хайлайт сделала? Нужно производить хорошее внешнее впечатление. Очевидно. Очевидно. Потому что тут не будет вашей красивой фотографии. Подошел к тебе, урод, с окном познакомиться. Твои действия. Ну, я, скорее всего, если мне внешний человек не нравится на улице, а я вообще не люблю знакомиться на улице, только, ну, ко мне два раза подходили мои подписчики, что-то говорили, это нормально. Ну, то есть, я с удовольствием... Ко мне тоже. Шедов, я тебя убью нахер. Ладно, шутка. Пообщаюсь, погуляю, или еще что-то. А человек хочет познакомиться именно, ну, типа, как с девушкой, то я просто скажу, что я не хочу знакомиться, типа, нет, пока. Вот, и уйду. Слепой Крут пишет, она отвечала на донат, а донатер сказал, что у него красивая внешность. Мне кажется, донатер немножко себя переоценивает. Ну, просто потому что... Так, спросите, кейс в Диевне. Ну, мы вот одного спросили, он что-то не это... А, вот! Если ищешь неприятностей, я уже здесь. Так вот, мы спросили в Диевне. Да, вот, потому что, когда вы знакомитесь в интернете, как некрасиво знакомиться, в ВК? Ну, да, в ВК, наверное, в Тинда, я не знаю. Просто, когда у вас внешность, это не ваша сильная сторона, вам нужно знакомиться? Вам лучше вообще не знакомиться, знаете? Если внешность не ваша красивая сторона, лучше даже не пробовать. Джон Дэн пишет, у меня внешность как у Пелевина. Ну, как не у Прилепина, главное. В условиях, когда ваши другие сильные стороны будут видны, а знакомство на улице, это буквально только внешнее впечатление. То есть, например, если вы знакомитесь ВКонтакте... Джон Дуэй спрашивает, Шадов, за сколько будешь знакомиться с девушками на улице? Ну, если проплатите мне тысяч... Двадцать... Нет, наверное, сорок надо, чтобы я еще телефон купил, чтобы можно было снимать. Я не знаю, как провести стрим на улице с кнопочным телефоном, это немножко странно. Единственное, как я могу провести стрим на улице, это просто направить камеру на улицу и выйти наружу и оттуда стоять и вещать. А как вот ходите, я не знаю. Я популярная? Не! Ну, мы просто на одной станции жили, вот, и так вышло. А если вы знакомитесь, например, ВКонтакте, то ВКонтакте сразу видно, где вы работаете, да, например, вот если у вас это ваш плюс, ну, то есть сразу можно оценить, да, если у вас там какие-то и посты там на стене, там видно, что может быть не самый тупой человек в мире, ну и так далее. Не знаю, как мне, может быть, у меня тут снова перепутаны эти задания. Вот, то есть тут, тут выходят другие вещи на передний план. А вот если уж вы просто в жизни знакомитесь. Плюс, например, на улице, да, в бае, например, или в ресторане намного легче познакомиться, потому что, во-первых, вы уже показываете, что у вас есть какой-то условный уровень дохода. Ты предпочитаешь онлайн-книги, бумажные книги, аудиокниги? Предпочитаю не... Показываешь, какой у тебя уровень дохода. Трактир знаний пишет, не, давай реальную цену 40к много. Так понимаете, в чем дело? Из этих 40к я как бы на 30 куплю телефон просто, чтобы он нормально снимал и нормально вообще можно было вещать с него. Трактир знаний, понимаете, в чем дело? 40к вполне так неплохо, еще 10к за то, чтобы я вышел на улицу, желательно в Питер. И поехали. Не, если бы у меня технологии были, можно было бы и за 10. Там так и получается, что 30к на телефон, а 10к на уже все остальное. Аудиокниги все остальное меня устраивает. Вот. Да, еще на улице, да, это твоя, то есть надо знакомиться либо в людном месте, то есть если вы на... идете по одинокой темной улице и видите девушку, самое худшее, что можно сделать, это подойти к ней и что-то спросить. Лучшее, что вы можете сделать, это обогнать ее и идти впереди, что... Сейчас я придумал шутку. Как познакомиться с девушкой на одинокой улице? Подходишь и говоришь, с презервативом или без? А там в другой руке нож надо держать, короче, с презервативом или без просто. Это отсылка, если что, на Наруто, я напоминаю, в Наруто есть такая тема. С Сусану или без, да, вот здесь то же самое, только... Ладно. Чтобы ей не было страшно. Вот. То есть, если вы в бае знакомитесь, если вы в ресторане, тут вы можете угостить человека. Уже как бы... Вот. Топ-5 советов, чтобы найти себе девушку или найти себе парня, если вы хотите найти себе парня. А, о вкусах на фильмы или книги Арцебашева не читала. Может, мои сайты в ВКонтакте посмотреть, там написаны мои любимые книги и фильмы. Короче, чтобы найти себе девушку или парня, нужно всего быть... Нужно... Всего 5 элементов. Нужно быть красивым. Есть. Или красивой. Умной. Или умным. Харизматичной. Есть. Лихоизматичным. Богатым. И почти есть. Я по сотку получаю в месяц. И... Пятый элемент. Нужно обладать мотивацией это сделать. Окей, у меня ничего. Мотивации нет. Нахрен надо, короче. Все, я сдаюсь, я сдаюсь. Я не буду ничего делать. Вот, соедини все 5 элементов в воде. Суджон, давай пишет. Иногда мне кажется, что это Шадов писал. Шутки к стендапам Хованского. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бан, короче. Дин, вы сможете в любом случае найти себе девушку. А, вот, и 6 элемент это иметь хорошую фигуру. Но это входит в красивый Пойдет, наверное Сойдет, я думаю Тупо пойдет То есть вы должны иметь хороший Соедини все пять элементов Трактирование спрашивает, Шадов, зачем ты пальцы загинаешь? Чтобы вы нагнулись раками, я устроил вам фистинг Короче То есть будучи красивым, умным, богатым Харизматичным и мотивированным Вы сможете завоевать Практически любую девушку Или практически любого парня Смотря, что вам нужно Если какие-то из этих параметров У вас не дотягивают То Вот, просто Женя правильно говорит То вам пойдется искать Как бы рангом ниже То есть, да, если вы, например, не очень красивый Ой, я слышу донат Я не пароль с имел Вы просто с рандомной тенкой на песке Например, с новенькой одноклассницей Или на руки родной А как еще делать? Сказать, у нас к сталкингу Отрицательно относится Поясню Например, я увидела Нанимную книгу на конференции Потом вычисла ее в странице в соцсетях А, ну это нормально Я тоже так делаю Можно сказать, что увидел на конференции Спрашу, Шадов За тысячу напишешь Стендап на определенную тему? Да, давайте Тысячу рублей Я пишу стендап Без проблем Это третий сезон Russian стендапа Четвертый будет Но это не сталкинг Это окей Сталкинг это Когда вы пишете рандомные тяны И говорите Я уже там Не знаю Я уже два часа стою за твоей дверью Открывай Да, было время Было время Приветствую, Назар Были хорошие времена, да, ребят? Помните, когда мы так делали? Помните, да? Помните? Помните тоже, помните? Помните, как мы так все делали? Рандомным тянком Да Несколько лет сижу за твоим инстаграммом И так переживал за свою собаку Это нормально было То, что ты предложил А, а как познакомиться? Просто с рандомным человеком А, вот хороший совет Очень хороший совет Если вы Мне 23 года И скоро будет 24 Если вы находитесь В каком-то коллективе Это и со знакомствами С людьми работает И просто Если вам нужно Расположение человека завоевать То есть один такой Лайфхак Давай Если выглядишь как Нигвыч Нужно быть очень богатым Что он и делает Есть один лайфхак Короче Вам нужно попросить Этого человека О какой-нибудь услуге Очень маленькой То есть, например, если это ваша одноклассница Минет, там услуга Шутка Ладно, это шутка была Одноклассница, здрасте Можно попросить вас об услуге? Да А какой? Минет, пожалуйста Ладно, мы поехали дальше То можно одолжить у него ручку Обязательно потом вернуть эту ручку То есть Какие-то такие вещи, да? В общем, попросить Шутка за шуткой Джон Дой пишет О какой-нибудь маленькой услуге Почему это работает? Потому что Так как человеческий мозг Все рационализирует То Он рационализирует То, что мы помогаем другим людям Очевидно Вам помогут Даже если вы не нравитесь человеку По одной простой причине Потому что это вежливо То есть есть этикет Но наш мозг Доистоически Не мыслит категориями этикета Он мыслит другими категориями Типа если Это наш друг Это положительный человек Мы ему помогаем Если отрицательный Не помогаем Вот и все Никакого этикета не существует Поэтому Когда вы Когда человек Кому-то помогает Из-за чего-то Его мозг Рационализируя Этот поступок Автоматически Считает того Кому А Не орать Я громко разговариваю Извиняюсь Я могу чуть-чуть потише сделать Автоматически Считает того Кому вы помогли Типа По положительными характеристиками Наделяет его Поэтому Попросить Маленькую помощь Что-нибудь Не она не пьяная Попросить Маленькую помощь Что-нибудь Одолжить Теперь я Представляю себе Вписку Вписку Сидит такая Тянка Тяночка такая Сидит Вот такая Вот такая Угу Угу И вдруг такие И все 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 мужики Короче Не дадите ручку Пожалуйста Не дадите ручку Она такая Угу Мы на вписке Какая ручка Я тут сижу Как бы Пацанов потрахаться ищу А они такие Ну дай ручку Пожалуйста Ну ручку дай Я тебе завтра верну Я тебе завтра верну Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Можно попробовать Ну, в плане в коллективе, да, ручку Может быть, если одноклассница, сам книжка Очень неплохо Будет попросить что-то объяснить Например, спросить Как пройти Лучше всего попро... Как пройти ваш анус Ладно, прошу прощения Ой, ладно, все, ужас какой-то Привет, инспектор Свети Китти Можно, например, спросить у человека Если вы знаете, что он эксперт В какой-либо области То есть, если это, например, я не знаю Там, я не знаю Ваша одноклассница, которая Староста, да, вот она Вот, вы можете ее спросить Какой-то вопрос В котором у нее есть экспертное мнение И человек И разъебать ее Заобнить И заобнить Там, короче А потом она по праву сильного Должна будет вам отдаться Я не знаю, как это работает Ладно, я шучу Когда Показывает свое экспертное мнение В чем-либо У него положительная реакция на это Нет, взять деньги в долг не надо Вообще Да просто заводите беседу Разговаривайте И постепенно подводите К знакомству К более глубокому знакомству К еще более глубокому знакомству В зависимости от ситуации Как оно все там развивается Если вы хорошо чувствуете ситуацию Все у вас в руках Как бы будет Причем на очень быстрых даже скоростях Если вы хорошо анализируете Вот то, что происходит Если вы хорошо чувствуете Испытывает ли к вам человек симпатию Или не испытывает Вы можете довольно быстро И четко ориентироваться Что вот в данном контексте делать Ваш единственный способ Это захватить контакт Беседовать Беседовать как-то вот Разговорить человека Самому о чем-то высказаться Да, экспертное мнение Это конечно круто Но само по себе Экспертное мнение Ничего не делает Оно дальше ничего не продолжает Как бы Вам нужно просто научиться Чувствовать непосредственно Девушек Как они себя ведут Как они проявляют симпатии Как они проявляют антипатии И уже от этого Пытаться собственно Отыгрывать Свои движения Дальнейшие Свои телодвижения Вплоть до того Что в принципе Ну и обнять можно там И уже не только обнять И соответственно Соответственно Ваша цель Постепенно как бы Приближаться Постепенно приближаться Вопрос В постепенности Стоит в зависимости От того Как вы действуете То есть Зависит от того Что происходит В данной конкретной ситуации Если Ну вы видите Что ну вот Тут никак не располагает Ситуация Вы такой Чила Вот короче Продолжаем беседовать Ваша задача Удержать на себе Как можно больше Внимания Как можно больше Внимания Диалог Причем именно Диалог Не монолог Вы не просто Рассказываете там Про великого Дугина Замечательную На махи Вы пытаетесь Непосредственно Разговорить Человека Чем человек сам Больше скажет Тем лучше Тем больше Симпатия скорее всего Будет люди любят Говорить По большей части И тем дальше В общем то лучше Рассказать про свою Жизнь Про что-нибудь там Еще Стараться не касаться Различных Таких болевых Точек Тем У меня кстати Вот с этим Плохо Я плохо Я не вижу Болевых точек Я не вижу Болевых тем Я еще У меня юмор Довольно жесткий Это при том Это при том Что я как бы Не урод И я умею чувствовать Ситуацию Вот именно Вот такую вот Эмоциональную Умею чувствовать Ситуацию Я не просчитываю При этом На что человек Может обидеться Что его может задеть Но при этом У меня есть всякие Компенсаторы Я нормально одеваюсь Там у меня пальтишко Какое-нибудь модное Там шарфик Какой-нибудь навязан Да То есть В этом смысле Я все равно Ну я понимаю Какие у меня плюсы Чисто вот так Вот так вот И у меня речь В принципе приемлемая Я могу нормально Разговаривать Нормально выражать Свои мысли То есть По теории Убер-маргинала Да То что речь То что речь Является Собственно Способом Непосредственно Заигрывать Брака Да 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 А Магомед Пишет А как склеить тян Без разговоров Можно например Украсть женщину Некоторые в Дагестане Так поступают Но у Магомед Это уже определенные традиции Притом воровство Женщин в Дагестане Насколько я понимаю Практикуется только Согласие родителей Это определенный Ведь обряд В рамках которого Вы воруете Невесту себе Но это уже Заранее обговорено С ее предками Потому что Если вдруг Это будет не обговорено Есть вероятность Того что вам Потом Наваляют Уже Собственно Ее предки Правильно же Правильно Нехорошо Вообще никаких Денежных отношений Если вы Знакомитесь С девушкой И хотите Стычаться С девушкой То есть Один Универсальный совет Который работает Всегда Не занимать денег Не вообще Говорить Что у вас Какие-то проблемы Спасибо В смысле Занимать денег У девушки Вы ебнули что ли Ловит Проблемы с деньгами Или все такое Платить За нее Соответственно То есть Если вы идете Пить кофе То вы платите За кофе Вы платите За кофе Только При одном Условии Вы можете Не платить За кофе Это если Она вам четко Скажет Давай разделим Счет Или Давай Ты заплатишь За меня Так Переключим Пока Экран Давай Или давай Я заплачу Сама За себя Или если Вы идете В Кафе То соответственно Вы платите За За кофе И там Печеньки И так далее Если девушка Феминистская Я например Феминистка Но я Мне окей Если за меня Платят Как говорится И рыбку съесть И на феминизм Подсесть Да Вот это Я понимаю Вот она Вот она Усины Миносян Берет все Самое лучшее От жизни Если что Берет все Самое лучшее А нам Молодец Вот я понимаю И феминизм С одной стороны И равенство А с другой стороны Ну и пусть заплатят Как бы Ну а чё А чё нам Этот мудак Сдался Одним мудаком Больше Одним меньше Пусть короче Долбоёб Платит Я думаю Ну конечно Чё бы и нет Кстати Мои советы Мои советы Работают Даже когда Вы вообще Ни копейки Не платите За девушек Вообще Вообще Ноль рублей В лучшем случае На дорогу На метро Вам понадобятся Деньги Или там На автобусе Чтоб доехать До встречи И всё Потом Потом всё В ваших руках Уже Шадов вас может Научить Как клеить Тянок Вообще Без проблем Не затратив Вообще Ни копейки Серьёзно Серьёзно Научу Научу Только вот Донаты Нужны И у вас Всё будет Классно Как на мази Вот так вот будете Девочек клеить Клянусь Если вы хотите Завести романтические отношения Я сейчас Не в терминах феминизма Не в терминах чего Просто даю Жизненный совет Жизненный совет Если вы хотите Завести романтические отношения То Предлагать Разделить оплату За такси Предлагать Чтобы девушка Сама заплатила За свой кофе Или за свой Какой-нибудь десерт Это Очень Очень Некрасиво Очень вам В минус сыграет Эти копейки Того не стоят Ну типа Эти копейки Того не стоят Да Действительно Это при том Что на такси На такси С учётом Что большинство Русских мужчин Зарабатывают Ну в районе 20-30-40 Тысяч рублей Потратить Тысячу Там другую 500 рублей На такси На еду С одной встречи С одной встречи Уже тысячу Как бы Можно потратить Эти копейки Того не стоят Говорит Лысины Миносян Видите какие у него Универсальные советы В России Где По лучшим Почётам ЦИОМ Вроде бы Да Русские люди В среднем Получают 42 тысячи рублей По всей России Это с учётом Москвы конечно Да А по настоящему В каком-нибудь городе Русские могут И 10 тысяч рублей Получать Некоторые 15 20 Уже как бы Вау Ты молодец А 40 Это ты Ух ты Какой Молодец Да Прям вот Вот у нас В стране Вот в этой стране Давать совет Такой Очень интересно Просто он Мало Кому Как бы Поможет Серьёзно Серьёзно Ну чё вам Копейки Платите за всех Будем честными Ну сколько вы потратите Тысячу рублей Ну из 20 Тысячу рублей Которые Мужчина Молодой Особенно Может зарабатывать На начальных этапах Своей работы Или с 30 Тысяч рублей Тысяча рублей За одну встречу Это очень увесистая сумма Ну то есть Если мужчина Хочет 10 встреч провести Это будет 10 тысяч рублей Из 30 Это 30 Это ещё хорошая зарплата Как бы В Питере даже Это не самая плохая зарплата В Питере Ещё 20 За жильё Где-то 15 За жильё 5 тысяч На себя Короче Кайф Кайф Ну Мать Если у вас Вдруг нет Тысячи рублей Вы не готовы Её потратить То Ищите работу А не отношения Пиздец То есть Она Выступает Против государства Против российского государства Ходит на митинги Против Путина Там И прочих Там Ребят Да Плохих олигархов И тут Она Внезапно Говорит Бедным русским людям Которые Страдают Живут в бедности Из-за коррупции Из-за олигархов Да Она вдруг говорит Если у вас Нету лишней тысячи рублей На одну встречу Ну вы Вы ребята В общем Берите Берите И идите На работу Идите на работу Друзья В прекрасной России Будущего Такого не будет И у каждого мужчины Будет Достаточно денег Чтобы В общем Да Заплатить тысячу рублей За встречу с одной тянкой Конечно Конечно Это действительно Будет так В прекрасной России Будущего А в современной России Будущего Ищи работу Или не размножайся Тварь Все Все очень просто Я то думал Как-то иначе Это все устроено С игрой Возвращаемся К ведьмаку Я ищу девушку Вот мы тоже Ищем девушку Вот Ну вот Соответственно Платить что За что И зачем Может быть Стоит как минимум Не так зацикливаться На меркантильности Господи Это не зацикливание На меркантильности Это называется Этикет И вежливость Когда вы Платите за человека Вы его угощаете Это как Блядь Я не знаю Это как позвать человека В гости И сказать Ну-ка Закажи еды Нет Так не работает Этикет И вежливость Окей Да Плати Плати Затянку Это как бы Этикет И вежливость Ребят Вот На такси Такси Да Плати Плати Затянку Это Этикет И вежливость Этикет И вежливость Здесь нет Никакой меркантильности Потому что В смысле Цунады Кто Кто вообще тебя Обеспечивать Собрался Ну Что за фигня Что вообще За приоритеты Ну то есть Как раз Если вы ищете Мужчину Для того Чтобы он Вас обеспечивал Это и называется Меркантильностью Понимаете Как бы Как бы Это работает Таким образом Если вам нужен Молодой человек Чтобы он вас Обеспечивал Это равно Меркантильность Если вам нужен Молодой человек Чтобы с ним Были романтические отношения, это другая уже черта какая-нибудь. Если вам нужен молодой человек ради сексуальных отношений, допустим, это уже третья черта. Это разные причины для того, чтобы завести отношения. И в данном случае лусины вперед выводят именно меркантильность, хотя говорят, не-не-не, это не меркантильность. Это... это. Знаете что? Это этикет. Назар спрашивает, а что плохого в меркантильности? Да ничего такого. Просто если у вас есть деньги, друзья, если у вас есть деньги, если у вас есть деньги, вот у меня вроде есть деньги, да, я вам рекомендую и очень сильно советую не покупаться на людей, которые хотят от вас деньги, потому что они просто будут тратить ваши деньги. То есть... Ну а нафига вам это? Нафига вам просто это? Назар пишет, почему нельзя меркантильность, сочетать с романтикой и сексом, но потому что романтика и секс, они не всегда совпадают с деньгами. То есть нас не всегда возбуждают люди, у которых есть деньги. Потому что романтика и эротика, это как бы эмоции, чувства. Да, и обеспечиваться мужиком тоже не обязательно, кстати, вообще-то, да. Ну да ладно, но просто на самом деле романтика и эротика это реально, ну, некая чувствительная сфера. Это важно. А меркантильность, это уже сфера более рациональная, это уже более рацию. А рацию и эмоции, они не всегда идут как бы вот одним единым эшелоном в одном и том же направлении. Поэтому чаще всего получается, что отдельно у нас есть меркантильность и отдельно у нас есть в общем эмоции. И поэтому получается так, что люди, которые встречаются с вами из-за денег и хотят с вами, в общем, вот вот, деньги хотят с вас стрясти, скорее всего они не очень искренне, это раз. И если у вас закончатся деньги, они вас скинут, это 2. Да и в принципе, вы свои деньги зарабатываете, как-то надо, ну, меру, наверное, что ли, знать. Так-то прикольная система в обществе выкачивания денег у мужиков, но она мне, например, не нравится. Серьезно, довольно глупая система. Со сколькими девушками бы я не знакомился, я не то, чтобы очень много на них тратился, я просто, я... Если в качестве приоритета выступают деньги, если в качестве приоритета отношений выступают деньги, я, короче, пас. Потому что есть огромное количество девушек, которые не только ради денег готовы с вами общаться и проводить время. Ну, то есть, блин, это насколько надо вообще себя не ценить, чтобы покупать женское внимание же. Лол. Тебе пойду проверять на практике с ним. Не, мужики тоже могут выкачивать, конечно. Но для этого надо как-то контролировать ситуацию, надо какой-то баланс соблюдать. Когда каждый сам за себя платит, например, это неплохо. Меня вполне устраивает такая схема. Каждый платит сам за себя. Это круто. И, кстати, когда ты приходишь в ресторан, обычно ты заказываешь, и девушка что-то заказывает, и ты за нее должен платить. А она может сильно много заказать, или что-то сильно дорогое может заказать. Это тебе не очень сильно понравится, например. С другой стороны, ты сам себе можешь вообще почти ничего не заказать. Вот. Вот. Интересно, интересно, интересно. Видите как? А когда ты приходишь кому-то домой, и он тебя угощает, он угощает тебя тем, что у него есть. Тем, что ему, ну, в принципе, не жалко тебе дать. Это вообще разные ситуации в данном случае. С одной стороны, в ресторане у тебя могут выкачать деньги в большом количестве, а с другой стороны, ну, нет. Ну, и есть, опять же, определенные уровни общения, взаимоотношения с человеком. Ну, иногда действительно можно купить ему поесть. Вполне без базара. Вообще без проблем. Это не то, чтобы сильно проблемно. Но если вы этим очень сильно много увлекаетесь, если у вас много каких-то спонтанных встреч, и вы постоянно кого-то в рестораны водите и кормите, у меня для вас плохие новости, вы просто перерабатываете деньги впустую. Ну, тоже довольно понятно. Ехать в Малайзию с коробкой шоколада под мышкой. Какая-то... Забавно. Здесь нет никакой меркантильности. Это показывает просто ваш уровень этикета. Худшее, что можно сделать, это начинать делить счет. Сидеть на свидании, на калькуляторе, вычислять, кто там... Можно сразу попросить делить счет, два счета сделать. Вот, вот. Или целусиное. Можно сразу по двум счетам, в общем, расплачиваться. О боже мой! Кто мог подумать, да? О боже! Считать на калькуляторе. Вообще в ресторан не советую ходить, даже в кафе. Тупо прогулки. Тупо прогулки под свежим воздухом, по прекрасным паркам вашего города. Любоваться закатами, любоваться озерами и разговаривать. Кофе, чашечек выпил, кто какое пирожное заказал, подешевле или подороже. Это убивает всю романтику. Вот. А почему меркантильность тут ни при чем? Потому что давайте честными будем, это копейки. Ну, типа... Если девушка меркантильная, то поверьте мне, она не будет заниматься тем, чтобы, я не знаю, лишнюю тысячу рублей на свидание урвать. Нет. Так, Назар, никто не будет считать во время свидания в ресторане ничего, потому что вы можете просто по два счета заказать все. Счет на мужчину, счет на женщину. Она заказывает на свой счет, а вы заказываете на свой. Шах и мат, как бы, атеисты. Как говорится, шах и мат, атеисты, это копейки, это аргумент, знаете, Ежа Сармата, который по 400 тысяч в месяц получает, против среднестатистического русского человека, который получает 30 тысяч. Кстати, женщина, скорее всего, получает тоже 30 тысяч. Вот, то есть, ну, просто берите среднестатистическое возможное свидание. Один человек, который получает 30 тысяч рублей в месяц, и другой человек, который получает 30 тысяч рублей в месяц. Это в Питере, правда. если вы в каком селе живете но там еще меньше деньги соответственно будут это копейки прикатильные девушки действует абсолютно по-другому вот короче если они красивые нищие алисей или чечения лица дорогое обязательно пролечи лицо сходи к хорошему дерматологу и найди хорошую работу нет а короче если вы вдруг перданули и обосрались то это еще не конец а если вы вдруг в конце вечера по и личной девушки сказали ну что вот наш чек посчитаем то сколько должен то это уже конец да да вот это я понимаю он стоит общаться на первом свидании смотрите если бы если что если бы я вдруг сусины устроил свидание да вот помните лусины лусины и очень понравилась наша первая встреча да вот вы помните этот момент если бы у нас лусины было свидание я бы сделал приблизительно так ну что лусины давай не будем считать кто за сколько платит плати можешь заплатить за меня эти разрешаю феминизм все дела слова слова короче женщинам и так далее так далее так далее хотите понравится человеку то вам стоит общаться с человеком о не но на самом деле на самом деле вы помните максима вердикта которого мы смотрели у него даже представление об отношениях более реалистичные чем у лусины серьезно он по крайней мере коэффициент из ценности выделяет то есть у человека есть ценность у каждого есть какой-то чухан у которого допустим много денег какой-нибудь программиста но выглядит он уродливо он говорит не умеет запинается постоянно он никуда не репрезентабельные не умные ничего в нем в общем нет ну бабки вроде бы есть ну вот вот такой чувак вот такой чувак с большим количеством бабок допустим у там 150 тысяч вместе сделает вот вот такому чуваку действительно наверное лучше и платить и бабки вот так вот расчехляете на тетку да ну потому что коэффициент ценности в других областях у него низкий ему либо надо повышать от коэффициентом подкачаться прыщи замазать постричься прикольно как-нибудь очки модные купить или еще что-нибудь чтобы стать более репрезентабельным и ну риторику свою прокачать чтобы говорить более-менее уместно более-менее понятно и более-менее складно вот и соответственно и соответственно коэффициент ценности опять же опять же я не люблю мужское государство но это более реалистичная теория коэффициент ценности показывает насколько вы можете кому-то там понравится причем для разных девушек коэффициент ценности будет для у вас разный то есть кому-то интересно вот то что вы знаете философию кому-то будет интересно что вы физик ядерщик например кому-то будет интересно что вы программист даже на самом деле кстати коэффициент полезного вот коэффициент вот этой вот пользы у программиста не только в деньгах но и в том что в программирование шарит а сейчас айтишников и фрилансеров очень много поэтому программист он как коэффициент полезного действия он может там познакомиться с дизайнером там с фронт-энд разработчиком с бэк-энд разработчиком девушкой и завести с ней какие-то общие беседы то есть То есть, понимаете, здесь тоже коэффициент полезного вот этого коэффициента, ну, в общем, вы поняли, да? Коэффициент ценности, он будет меняться в зависимости от девушки, которой вы себе выбираете. Так вот, я, например, считаю, что если два человека встречают друг друга, и они видят, что они достаточно для друг друга ценные и интересные, им не обязательно отыгрывать всю вот эту вот херню, о которой говорит Лусине. Кто за кого платит, где, когда, куда, какой ресторан, да, просто вы можете заобщаться, вы друг другу понравитесь, и все, этого хватит. Это вообще самый простой способ. Самый простой способ найти себе какого-то человека, это вы просто поговорили, вы друг другу понравились, внешка вроде бы ничего, все, поехали. Все, раздевайтесь, в общем, ребят, все, может, вы можете раздеваться, поехали дальше. Все вот эти вот рестораны, вся вот эта вот херня, свидания, прогулки, это же все закончится вашим провалом с вероятностью 90%. Вот-вот, серьезно. На 90% вас тёлка кинет. Вот буквально первые там два свидания, может быть, три. У меня была знакомая одна, она, знаете, ходила на свидание, ну, я, наверное, поем хотя бы хорошо сегодня. Вот с таким настроем, понимаете, вот с таким настроем девушка ходила на свидание. Ну, я хотя бы поем сегодня хорошо, вкусно. Да я бы с тобой никогда на свидание не пошел в таком случае, понимаете, всё, я делаю. Чем она занимается, ну, не прям спрашивать, какие любимые фильмы, но вывести человека на разговор о себе. Это тебе. Спасибо большое за розочки, радуваюсь. Вывести человека на разговор о себе, потому что люди любят разговаривать о себе. Ну, вот я правильно. То есть, если, ну, там, если она, например, в УЗИ учится, да, спросить, а как ты, какие у тебя там, какие у тебя там предметы, а какие у тебя одногруппники, а какие у тебя, я не знаю, пару, у тебя вот часто проходит или не часто. Ну, не то, чтобы допрашивать. Да не, на самом деле, ребят, я не думаю, что многие девушки, как вы пишете в чате, потребляди, но просто если вы начинаете с вот такого меркантильного аспекта, с ресторанов и с прочей херни, у вас вообще вряд ли установится какая-то прочная связь, ну, такая вот около дружеская какая-нибудь такая, да. То есть, скорее всего, ваши отношения, с одной стороны, будут недолгими и довольно непрочными, соответственно. Скорее всего, вас после первых двух свиданий либо кинут, ну, либо будут выкачивать постепенно деньги, пока вы не надоедите, в общем, девушке, ну, пока не задолбайте, или пока деньги не закончатся. И, по сути, от этого никакой пользы, никакого толка не будет. Отношения нужно, в общем, начинать при равно развитом интересе, а для этого нужно, ну, так или иначе, разговаривать хоть о чем-то. Хоть какая-то тема, какая-то сфера, она должна быть у вас, ну, прокачана, интересна. Вы должны быть интересны человеку, например, либо своими взглядами, интересами, знаниями, но он должен хотеть у вас что-то узнать, или общаться с вами на какую-то тему, иначе, ну, нафига. Что вы собираетесь делать дальше? Это даже, вот, относится к девушкам, которых вы можете назвать потреблядями, ну, то есть, мало-мало какое количество девушек откажется от того, чтобы пойти в ресторан с каким-нибудь долбоебом, который ее накормит бесплатно и отвезет еще на такси домой. Офигенно! Ну, это просто, это называется халява, как бы, да? Но за такую халяву никто платить своим телом, так скажем, и своими чувствами и временем не будет, понимаете? Я вам просто тоже замечу, что есть определенные границы, есть определенные границы. Если вы априори не можете понравиться девушке с помощью своего уровня интеллекта, если у вас там равный уровень интеллекта, допустим, с помощью своих знаний, своих интересов, своей харизмы, своих каких-то других качеств. То есть, если у вас ничего общего нет, нахуя она вам вообще нужна? И нахуя вы ей нужны, что самое важное, понимаете? Вы друг другу не нужны, вы друг другу не интересны. Пока! До свидания, как бы! Вот, вот, все! Ну, вот, вот нет смысла. Нет смысла больше общаться. Думайте, ресторан, он как-то что-то изменит? Нет, ничего не изменит. Вообще ничего не изменит. Вы просто отдадите тысячу. Потом еще одну. Потом третью. Девушка вас кидает. Потом три четвертую, пятую, шестую на другую девушку девушка вас кидает. Шестую, седьмую, восьмую, девятую, тысячу, десятую в месяц девушка вас опять кидает. А почему? Ну, потому что вы этим девушкам неинтересны. Ну, дело в том, что, ну, действительно, я бы сам, например, не отказался от халяв на пожрать. Ну, например, ну, серьезно, да? Вот, я придаю, Шатов, пойдем пожрем. А я так, а, давай, пойдем пожрем. Пойдем пожрем. И девушки тоже так же на свидание соглашаются. Ты говоришь, ей, пойдем пожрем. Она такая, ну, давай, пойдем пожрем. Я не знаю, кто ты, мудак какой-то. Пойдем пожрем, да? Может, ты интересный, но, наверное, все-таки нет. Ну, ну вот. И в 90% случаев это ни к чему не приведет. Добро пожаловать в мир лохов, которых наебали, и у вас денег нет. Это не должно быть допросом. Нужно интересоваться жизнью другого человека. Это может быть как... Да не, Вульф, вы пишите, что девушки, отношения с девушками заканчивались из-за того, что с ними не о чем было говорить. Они просто пустые. У вас отбор неправильно проходил уже изначально. Понимаете, в чем дело? Отбор важно проводить правильно, хотя бы по сферам ваших собственных интересов. А вам интересна философия, допустим? Ну, в философский факультет там много девушек. Ну, филология здесь, может, подойдет. Может, психология. Немножко смежность с философией вещи, допустим. У вас интересы программирования? Ну, у нас тут огромное поле фрилансеров, среди которых много девушек. Добро пожаловать. То есть, огромное количество девушек, у которых интересы, скорее всего, похожи на ваши. Вы можете их, наверное, найти. И вам даже будет с ними интересно общаться, и даже будет о чем поговорить. Повседневность какая-то бытовуха. Так и... В общем, нравится, они за качество чуть ниже сделать. Это от ВИЧа зависит, какой он дает качество. Так, Вольф Кинг, я вам говорю, девушка, которая любит философию, их на философских факультетах вот так вот много. Они там и учатся обычно, кстати, если что. У вас критерии... Вы просто должны выбрать себе критерии отбора. Если вы просто берете рандомную девушку из толпы, 90% она вам не подойдет. То есть, каждая, буквально почти каждая вам не подойдет в данном случае. Конец. И на этом конец истории. Рано или поздно он произойдет. Вам человек покажется пустым, неинтересным, глупым. Ну, ничего общего. Вы с ним не увидите, в общем. И она тоже, этот человек тоже не увидит в вас ничего общего. Понимаете, в чем дело? И это тоже печально. Что делать? Вот. Так что... Да. Ну, или, допустим, вы либертарианец. И вам... Вы хотите либертарианочку себе. Берете, записываетесь в партию, в общем, либертарианцев России к Михаилу Светову. Только проблема в том, что вам придется большую часть времени смотреть, как Светов их всех порет. Но... Зачем не пожертвуешь ради либертарианской партии России и хорошей, милой либертарианочки? Правильно? Ладно, я шучу. Попытайтесь говорить о человеке, почему это надо делать с заинтересованностью. На каких обстоятельствах стоит предлагать руку и сердце? Так, на мой взгляд, не нужно проявлять заинтересованность, если вам не интересно. Это как раз тоже как критерий отбора. Это тоже критерий отбора. Вот. Ну, вы сегодня скажете, ну да, мне это интересно, давай расскажи про себя. Что? Кто? Кем ты там занимаешься? Расскажи. Что? Ты поле пашешь? Доешь корову? Да? Вот так? Итак, два часа она будет рассказывать, как она корову доит, и вы такой, ммм, как интересно-то, ммм. А когда можно уйти отсюда? Главный вопрос, да? Ну да, действительно. А если вы готовы с этим человеком создать семью? Я лично думаю, что это делается, когда вы готовы именно завести детей, то есть... Не, ну а если вы колхозник, и кто-то доит корову, да, может, это даже интересно для вас будет. Может, вам интересно, как кто-то коров доит. Может, вы все детство тоже доили коров, и это нормально для вас. Ну, вполне возможно. Ну, вообще-вообще без проблем. У людей разные интересы, разные критерии отбора, и каждый подбирает их под себя. И ваша цель основная, если вы хотите себе партнера нормального найти, по этим интересам кого-то и выбирать. Как-нибудь. Вы готовы с этим человеком воспитывать детей? Вы готовы с ним пройти через... Ну, когда дети и младенцы, это же просто ад. Если вы это готовы сделать, то предлагать руку и сердце вполне обоснованно. Кому 15 лет? Вы что, ребят? Фух. Ну вот. Лусине, лусине, лусине. Спасибо.